Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня по вашей просьбе мы рассмотрим один из вариантов изготовления такой мокрой мушки, как Матч Браун. Ее уже вязали, наверное, за историю существования этой мушки миллионы раз. Но я хочу, так как вы просили, показать вам один из моментов, на чем, собственно говоря, вы и спрашивали у меня, у вас возникают проблемы. Это крепление крылышка. Традиционно мы ее будем изготавливать так, как она изготавливается. За исключением того, что я ее изготавливаю в таком варианте, она уже проверена и ловит рыбу. Крючок я взял немножко неподходящий, то есть также показываю вам, что можно ее изготовить на любом крючке, на каком вы только захотите. Это F11 фирмы Гамакадсу номер 14. Слегка, как вы видите, удлиненное цевье, то есть оно нам не совсем подходит. Поэтому хвостик я закрепил, не доходя до загиба. Этим я несколько уменьшил габариты своей мушки. Результативность поклевки от этого хуже не стала. Из перьев, которые обычно у нас остаются при изготовлении разных мушек, я взял, оторвал немножечко, щепоточку совсем вот такого пера гризли и изготовил хвостик. Традиционно изготавливается из куропатки. Вы можете даже вплоть до того, что если у вас имеются, вот как у меня, остатки перьев цесарки, куропатки, индюка, можно использовать и охотничий фазан. Значит, закрепил хвостик, немножечко закрепил люрекса, который достаточно крепкий. Это хороший полимер, было елочное украшение. Можно использовать, допустим, как я уже неоднократно вам показывал, если нет наборов, в магазинах продается вот такие для творчества разных цветов, оттенков, проволока. Леской, чем угодно, главное закрепить тело. И тело я буду изготавливать из вот такого даббинга. Он слегка такого болотного цвета, поэтому она должна быть или темно-оливковая, или коричневая, или смесь, будем говорить, близки к болотному цвету. Давайте изготовим тело, коническое тело, с небольшим утолщением в грудке, не доходя пару миллиметров буквально до колечка. Приблизительно вот такое тело, в зависимости от величины крючка, вы уже будете сами для себя коническую форму подбирать. Теперь самое основное. Вот с этого момента, как говорится, ничего общего с мушкой Матч Браун нет. Мы будем изготавливать дальше мушку мокрую, которая основана на технике и базовому вязанию этой мокрой мушки. Нам опять понадобится в качестве горлышка остатки вот такого пера. Повторю, в оригинале используется перо куропатки, поэтому вы под себя уже, допустим, путем материала можете подбирать. Для удобства крепления я переворачиваю вверх не потому, что у меня оно так вырезано, а потому, что у меня так осталось перо. Это не имеет значения. Можно выполнить ёршиком обмотку. Делаем парочку оборотов и подтягиваем буквально ровно столько, сколько нам необходимо будет бородок. Бородки должны доходить приблизительно до жала нашего крючка. Если по каким-либо причинам чуть длиннее, это не страшно. Сама величина этой бородки или, как мы её назовём, горловинки для нашей мокрой мушки, вы подберёте соизмеримо своему крючку. Вот, допустим, в данном варианте она немножечко для меня великовата. Я буду её подтягивать до тех пор, пока не будет необходимой длины. Закрепим. Вот столько приблизительно будет достаточно. Переворачиваем, остатки удаляем, продолжаем вязать дальше. Теперь тот момент, согласно которому мы с вами и затеяли этот фильм. Значит, крыло. Крыло можно изготавливать. Уже неоднократно об этом говорилось. Индюк, парные перья берутся. Допустим, фазан. Точно так же вот у меня есть разные парные перья берутся. Имеется в наличии, допустим, утку можно, охотничью, как угодно. Вот есть вот подготовленная у меня уже готовая для вырезов. Но я уже неоднократно изготавливал и вам показывал, что просто можно взять, вот допустим, кусочек вот такого пера индюка, сделать вырез из одной стороны и сложить в две, в три, сколько у вас выйдет равных частей для того, чтобы сформировать наше крылышко. Я, чтобы у нас, допустим, не было дальше разногласий и большой критики, я взял лично, как я это изготавливал, и оно работает. Вот, если вам будет заметно, с этой стороны один цвет, а с этой стороны другой. То есть, два абсолютно разных по расцветке я взял пера, из которых сложил и сформировал одно общее крыло. Вымеряем, какой приблизительной длины. Эстетически для себя можете подбирать сами. До середины хвостика, до конца хвостика. Это уже как вам будет удобно. Посмотрели, вот такой приблизительно нам вполне длины и будет достаточно. Что касается ширины. По правилам положено, чтобы у этой мушки вырез равнялся загибу крючка. Это вы уже тоже будете подбирать под себя сами. Зачастую у меня работали мушки, у которых наполовину меньше крыло. И изготовленное вообще из меха. Поэтому, в данный момент, мы рассматривать будем с вами только лишь крепление крыла. После того, когда вы подготовили вырез из парных или не парных, сложите вот такой конструкцией. Выровняли. Держим строго, вертикально над цевьем. Перехватываем левой рукой. Нить должна находиться в месте крепления нашего пера. Можно выполнить следующую операцию. Крепко держите. Вот эту часть всю можно скомкать. Это первый вариант крепления крыла, так как мы хотим. И на это уже примятое место мы будем крепить нашу нитку. Традиционный, он для меня более подходит, так как мы жестко держим наше крыло, цевьё и всё остальное. Это притяжной петлёй. Что именно? Подводим нить вверх, перехватываем пальцами, опускаем вниз нить, мы пальцами не отпускаем, подводим её к этой точке вверх. Только лишь тогда пальцами отпускаем нашу нить. И как вы вот можете видеть, я начинаю поддавливать своё крыло. Ещё одну сделаем притяжную петлю. И точно так же её вытягиваем вверх. Оставили. После этого возьмём ноготочками, аккуратненько разровняем нашу плоскость. Посмотрим, всё ли нас, допустим, в этой точке устраивает. Эту руку мы не отпускаем левую. Вот как мы её сейчас начинаем крепить крыло, вот так и останется потом в дальнейшем на нашей мокрой мушке. И теперь мы берём, убираем пальцы, смотрим, как расположено наше крыло. Устраивает нас или нет. Посмотрели вот сверху, посмотрели сбоку. Всё нас устраивает. Опять жёстко взяли, подровняли, сколько нам необходимо. Желательно много не проматывать, потому что обычно мне задавали вопрос, как более красиво изготовить головку, не наматывая массу материалов. Так вот, смотрите, как видите, до колечка осталось пару миллиметров. Я не отпускаю. Держу вот так, как есть. Клей пока мы не используем. В одной и той же точке я закрепил, слегка продвигаясь к колечку. Дошёл. Как видите, у меня поднялось уже перо, которое я могу спокойно отрезать. И теперь подвожу ножницы и под углом, не отпускаю я свое крыло, и под углом отрезаю. Отрезали. У нас сами вот эти лохматенькие остатки пера не дошли до колечка, и исходя из этого мы с вами сможем сформировать симпатичную, красивую голову. И теперь берём культурненько, сразу подходим к колечку, и начиная от колечка, уже проматываем окончательно наше перо. Вот, оставили, посмотрели, подровняем, потом ещё неоднократно. Всё нас устраивает слева, справа, сверху, сбоку. Да, всё устраивает. И теперь мы уже окончательно, вот как вы видите, оно находится строго сверху. С одной, с другой стороны не сильно примяты пропорционально наши крылья, и достаточно имеется её загиб, изгиб, и лак, клей мы с вами не использовали. Ну, а теперь в завершение давайте изготовим головку и закончим нашу мушку. Вот, друзья мои, мы нанесли буквально капельку лака, посмотрели, как наше крыло, даже не подравниваем его ничего, оно у нас хорошо на месте стоит. Удачно, так что повторяйте, пробуйте. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.